далее у нас по программе вечерняя прогулка на катере по реке ханган из центра города мы на метро приехали сюда и идем к причалу прогулочных катеров на южном берегу реки подходим к причалу от которого начнется наша прогулка по реке небоскреб корпорации ханвха она была основана в 1952 году как компания по производству взрывчатых веществ а сейчас превратилась много профильную корпорацию самыми различными областями деятельности от строительства до финансов отель конрад за шеренгой относительно невысоких зданий подходим к причалу от которого начнется наша прогулка по реке катер на котором мы пойдем в круиз по реке меняющийся цвет иллюминации на катере симпатичная кореянка в форме приветствует пассажиров река протекает примерно через географический центр сеула население собственно сеула более 10 миллионов человек а сеульской городской агломерации по разным оценкам от 25 до 30 миллионов человек что составляет более половины населения страны в этом смысле один журналист сказал что южная корея состоит из сеула и его пригородов длина реки ханган около 500 километров в нижнем течении в районе сиула ширина реки примерно один километр в этом районе через реку построено 27 мостов под несколькими из них мы пройдем люди моего поколения при упоминании кореи обычно вспоминают корейскую войну 1950 53 годов общие потери сторон в корейской войне составили как считают два с половиной миллиона человек убитыми из этого числа примерно 1 миллион приходится на потери так называемых китайских добровольцев армия северной кореи потеряла около полумиллиона человек армия южной кореи примерно четверть миллиона человек потери американских войск составили 33 тысячи убитых войска других государств воевавших по решению совбеза оон против северокорейцев и китайцев потеряли погибшими несколько тысяч человек не менее 600 тысяч человек приходится на убитых и раненых мирных жителей северной и южной кореи советские военнослужащие участвовали в корейской войне преимущественно в качестве военных советников и летчиков в ходе войны погибло по официальным данным около 300 военнослужащих советской армии в результате войны весь корейский полуостров был превращен в руины сеул за три года войны несколько раз переходил из рук в руки и был сильно разрушен после заключения перемирия в 1953 году южная и северная корея вернулись примерно на исходные рубежи то есть все эти жертвы оказались бессмысленными мирный договор между обеими кореями до сих пор не заключен напомню что с запада на восток размер территории южной кореи без учета островов не превышает 300 километров а с севера на юг не более 450 километров всего через полвека после окончания корейской войны южная корея превратилась из аграрной страны разрушенной гражданской войной в процветающее государство с высокой технологичной экономикой экономическое чудо южной кореи иногда называют чудом на реке ханган население южной кореи приближается к 50 миллионам человек оваловый национальный продукт составляет около полутора триллионов долларов для сравнения населения северной кореи около 25 миллионов человек то есть двое меньше чем южной а ее валовый продукт около 33 миллиардов долларов то есть в 45 раз меньше чем ввп южной кореи ввп южной корее рублевый продукт составляет пёхо фирм ввп южной корее ввп южная корейская промышлама ввп южной корейская промышлама чуть ли не поздравляет пёхо фирм пёхо фирм ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь мы развернулись и пошли в противоположном направлении. После поворота катера, оставаясь на том же месте, снимаю другой берег реки, то есть южный берег, на котором находится наш причал. Это мост, под которым мы только что прошли. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА